И вот очередные мои работы. Едва умещается в руках, и это лишь малая часть того, что вяжет мастерица Елизавета Полянская. Спицы освоила в 10 лет, позже крючок, и с тех пор с нитками не расстается. Хобби случайно стало любимой работой. Вышла на пенсию, попробовала преподавать вязание в Центре эстетического воспитания. Они такие любознательные. Но мальчишки, вот я прям сажала их себе на колени, даже на колени, я его обнимаю, показываю крючку. Мальчики у меня вязали, мальчики у меня есть фотография, Артем Калимуллин. Заменю связала, я говорю, Артемчик, давай что-нибудь еще другое вязать. Пришла на пару лет, а задержалась на десятилетие. Ее золотые руки ежегодно помогали освоить вязание сотням мальчишек и девчонок. Они неоднократно побеждали в различных конкурсах, некоторые стали дизайнерами. Уверена, научиться могут все. Тут, во-первых, любовь, вот любовь, это прежде всего, ну, конечно, талант. У девчонки талант. Кто-то просто вяжет, кто вяжет там, перевязывает. А вот остаются те, которые талантливы, которых это увлекает. Вот я вам говорю, я могу вязать день и ночь. Вот понимаете, и мне все мало, мало. Человечество вяжет уже три тысячи лет. Первые вязаные вещи были обнаружены в гробницах фараонов. В России из-за сурового климата утепляли сначала ноги и руки носками и варежками. Из Европы к нам пришло кружево, а вместе с ним различные техники и узоры. Вот такую деталь мы научились вязать. Она называется африканский цветок. С помощью нее можно создать практически любую вещь. Впервые все техники и секреты мастериц были собраны в книгу «Курс женских рукоделий». Она вышла в 1887 году, 14 декабря. По этому поводу в России решили учредить праздник – День вязания. Второй год Елизавета Полянская в качестве подарка получает заслуженные награды за участие в конкурсах и создание уникальных изделий. Это необходимо потому, что другой такой работы не будет. Вот вы сидите около этой шалии, другой такой шалии нет. Вот вы связались с этой свитерой, другого такого нет. То есть всегда будешь на пике моды. И все сделано своими руками. Я уже не говорю, что это значительно дешевле, чем покупать вещь, такую эксклюзивную вещь. Но всегда у них будет эксклюзив. Сегодня спицей крючок заменили специальные машины, но эксклюзив они точно не создают. Именно ручное вязание объединяет, успокаивает, развивает мелкую моторику и дарит радость. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.